МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Житель Краснослободского района признан виновным в незаконной рубке дубов на территории лесничества. В ходе расследования установлено, что в августе 59-летний мужчина задумал изготовить сруб бани. Березовые бревна он купил, а вот дуб он решил добыть самостоятельно и незаконно на территории Краснослободского лесничества. На тракторе знакомого он подъехал в один из кварталов, расположенных около села Старая Синдрова. Бензопилой спилил два дуба, отделил от них сучья, ветки и макушки. Обработанные бревна он прицепил металлическим тросом к трактору и вывез на окраину села, чтобы потом использовать в личных целях. Ущерб, причиненный Министерством лесного хозяйства и природопользования Республики Мордовия, составил 483 тысячи рублей. Осужденный вину в совершении преступления признал полностью и частично возместил причиненный преступлением ущерб. Приговором суда ему назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. Саранский пенсионер передал курьеру 100 тысяч рублей под предлогом возмещения вреда пострадавшей в ДТП якобы совершенным дочерью. Как рассказал заявитель, еще в ноябре ему на домашний телефон позвонила женщина. Она откликнулась на имя его дочери и сообщила, что стала участником дорожно-транспортного происшествия. После этого собеседница поинтересовалась, есть ли у него какие-либо сбережения для передачи в качестве возмещения вреда пострадавшей в аварии по ее вине. Пенсионер пояснил, что у него есть 100 тысяч рублей. Затем в разговор вступил мужчина, представившийся сотрудником полиции, и подтвердил озвученную ранее информацию. А также сообщил, что деньги необходимо завернуть в полотенце и передать человеку, который приедет к нему домой в ближайшее время. Заявитель выполнил условия, отдав наличность незнакомому мужчине. По прошествии месяца в гости к пенсионеру пришла его дочь. И здесь выяснилось, что никакого ДТП не было. Ее отец стал жертвой мошенников. В настоящий момент осуществляется комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления. В Зубово-Полянском районе сотрудники госавтоинспекции выявили десятки нарушений ПДД во время оперативно-профилактического мероприятия. Зубово-Полян в сложный район, потому как там проходит самый большой участок и оживленный М5 Урал. Там всегда много и пассажироперевозок, там и нетрезвые водители. Там со всей России к нам приезжают для того, чтобы навестить своих товарищей и родных, которые находятся в Дубровлаге. Вообще остановка всегда там напряженная. Сотрудники ГИБДД в рамках мероприятия выявляли и предупреждали нарушение правил дорожного движения водителями, тем самым предотвращая аварии. Было составлено 74 административных материала за различные нарушения. Среди них управление транспортным средством водителем без документов, эксплуатация машины, тонированной с нарушениями. Два водителя находились за рулем в нетрезвом состоянии. Один из задержанных попытался убежать от сотрудников и наказания, но ему это не удалось. Полицейские задержали нарушителя. Рейдовые мероприятия по безопасности дорожного движения на территории Мордовии будут продолжены. 14 декабря на территории Мордовии зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек получили травмы. В Ичалковском районе в начале первого часа ночи на 59-м километре автодороги Саранск-Рамоданово-Большое Игнатово 33-летняя женщина-водитель Toyota Yaris на высокой скорости не справилась с управлением и машина слетела в кювет. Водителю потребовалась госпитализация. 35-летнему пассажиру медики оказали помощь и отпустили домой. Столкновение двух иномарок и микроавтобуса произошло в Старошайговском районе. В 14.05 на 148-м километре подъезда к Саранску от трассы М5 «Урал» 40-летний водитель Hyundai Solaris выехал навстречу и врезался в микроавтобус «ГазНекст» под управлением 50-летнего водителя, а также с автомашиной «Мазда-3». В результате ДТП водитель «Соляриса» госпитализирован. Водителям микроавтобуса и «Мазда» оказана медицинская помощь. Лечить травмы они будут дома. Пешеход пострадал в Лямберском районе около половины третьего дня. 39-летний мужчина стоял около припаркованного Nissan X-Trail, когда в машину врезалась «Лада Гранта» под управлением 51-летнего водителя. Под удар попал и стоявший мужчина. Полученные травмы он будет лечить дома. Вечером около половины восьмого в Старошайговском районе на 153-м километре подъезда к Саранску от трассы М5 «Урал» грузопассажирский фургон «Соболь-Бизнес» под управлением 60-летнего водителя слетел с дороги в кювет и опрокинулся. В результате ДТП 35-летний пассажир получил травмы. По информации госавтоинспекции, у водителя не было диагностической карты транспортного средства. Кроме того, на фургоне были установлены шины с разными рисунками протектора, что также влияет на безопасность. 53-летний житель Ковылкина отправится на скамью подсудимых за покушение на поджог патрульной машины ДПС. Как установлено, в ходе предварительного расследования вечером 3 октября обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел к зданию отделения госавтоинспекции в поисках своего мобильного телефона. Он думал, что выронил его ранее в патрульном автомобиле при составлении в отношении него административного материала по части 1 статьи 12.26 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации невыполнении водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Мужчина сломал дверные ручки на машине и залез в салон. Мобильник он не нашел, тогда решил сжечь автомобиль. В багажном отделении обнаружил канистру со смазочным материалом, облил жидкостью и поджег бумажный лист, который положил на переднее пассажирское сиденье. Подождал, когда огонь распространится по внутренней отделке салона, после чего с места преступления скрылся. Причиненный ущерб составил 70 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА